Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. С 21 по 30 октября этого года в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет 20-й фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. В прошлом году фестиваль, который проводился в юбилейный 20-й раз, отпраздновал свое 25-летие. Фестиваль поддерживает и развивает традиции классического русского балета и ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков. Тематика каждого фестиваля отражает грани таланта Аллы Шелест, балерины и хореографа. Вот как идет подготовка к балетной труппе Самарского академического театра оперы и балета к 20-му фестивалю я поговорю сегодня с управляющим балетной труппой Самарского академического театра оперы и балета Валерием Коньковым. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Ну что же, сезон только что начался. Спасибо большое, что нашли время. Вот прям вот как раз в начале прийти поговорить об этом очень ярком событии, я считаю. Ну, а начать передачу я хочу немножечко с разговора о вас. Я знаю, что вы работали в балетной труппе Мариинского театра и вот сейчас вы работаете в Самаре. Скажите, пожалуйста, как это произошло, как вы сделали свой выбор в пользу нашего любимого города? Я ведь уверена, что были и другие предложения. Ну, на самом деле, действительно, было одно предложение еще, кроме Самарского театра. Но я считаю то, что случилось так, как случилось. И это действительно очень хорошо и здорово, поскольку Самарский академический театр имеет прекрасный классический репертуар. Собственно, естественно, мне как человеку из Мариинского театра это ближе, это понятнее. И, конечно, когда появилось такое предложение, я с удовольствием откликнулся и приехал сюда. А приехал сюда и познакомился уже здесь с тогда тоже назначенным главным балетмейстером театра Юрием Петровичем Бурлака. Вот, собственно, с этого наше сотрудничество и началось. И начали потихонечку собирать и развивать эту труппу. Мы обязательно продолжим говорить на эту тему. У нас есть ваша визитная карточка. Я предлагаю все вместе ее посмотреть. Валерий Коньков родился в Киеве. В 1995 году окончил Академию русского балета имени Агриппины Вагановой. В 2009 году получил диплом бакалавра Академии русского балета имени Агриппины Вагановой по специальности искусство балета. С 1995 по 2015 год работал в балетной группе Государственного Академического Мариинского театра. Гастролировал с балетной труппой Мариинского театра в Великобритании, США, Канаде, Австрии, Испании, Италии, Японии, Корее, Швейцарии, Германии, Австралии, Китае и других странах. С октября 2017 года педагог-репетитор Самарского Академического театра оперы и балета. С ноября 2019 года управляющий балетной труппой Самарского театра оперы и балета. Валерий, что удалось сделать за три года вашей работы в Самаре? Ну, начинать было трудно, скажу так. Потому что, конечно, досталась труппа не самого лучшего качества, скажем так. Это особенно касается кардебалета. Солисты как работали, так и работают. И поддерживают прекрасную форму. А с кардебалетом было сложнее, поскольку не было ни дисциплины, ни, собственно, какого-то... Ну, по крайней мере, в тех людях я не видел какого-то творческого роста и желания особо работать. Соответственно, с этим пришлось бороться. Ну, вот потихоньку за три года мы как-то все привели более-менее к какому-то надлежащему виду. Мы в профессиональной труппе идем. И, собственно, я думаю, где-то у нас это уже получается. В этом году, слава богу, к нам приехало очень много выпускников разных училищ. И не только. И готовые уже артисты, которые проработали в других театрах. И солисты. Вот. Поэтому в этом году, вот на данный момент мы взяли 15 человек. Это очень много. Конечно, пока не просто и нам, и им, поскольку они учат репертуар. Мы их вводим в спектакли. Но мне кажется, что это и есть жизнь труппа, театра, поскольку она действительно развивается. Молодежь приходит. И, собственно, для них уже делается очень много в плане творчества. Вот сейчас, буквально в зале, они тоже работают с хореографом Юрием Александровичем Смекаловым. Поэтому процесс идет. Вы сказали, что пришлось бороться. Скажите, а вы жесткий руководитель? Бороться как? Увольнять? Либо даете шанс все-таки принять новые обстоятельства, новый руководитель и новую подачу? Ну, конечно, шанс есть у всех. Безусловно. Просто есть какие-то некоторые профессиональные наши критерии, по которым некоторые подходят, некоторые не подходят. Но, тем не менее, конечно, шансы есть у всех. И, естественно, только в зале человек может доказать, что действительно он способен как-то двигаться вперед и принимать те условия и требования, которые я выдвигаю. Собственно, как тоже человек профессиональный и понимающий, как нужно развивать эту труппу. Хотелось бы спросить ваше мнение. Я знаю, что у нас в Самаре есть хореографическое училище. Скажите, пожалуйста, вот насколько достойны выпускники именно этого учебного заведения и попадают ли они к нам в наш оперный театр? Тем более, что я знаю практику, что они проходят как раз на сцене, особенно молодежь. Да, действительно, училище есть. И, собственно говоря, училище делит с нами, или мы с ними делим помещение театра, поскольку тоже это отдельная, наверное, тема для беседы. Да, ну, по-моему, цели какие-то. Но здесь существует пока с этим проблема. Я надеюсь, все-таки в скором времени как-то это решится. Выпускников, конечно, берем. Не так много, как хотелось бы. Но, тем не менее, отбираем лучших. Приходят. Да, в этом году взяли из училища одну девочку. С мальчиками сложно, поскольку их практически там нет. Вот, Коль, заговорили о вакансиях. В этом году впервые за новейшую историю театра в балетной труппе нет вакансий. Вот по каким критериям вы отбирали? Расскажите, пожалуйста. Сложно ли попасть в труппу сейчас? Сложно, поскольку действительно хочется брать выпускников или уже готовых артистов, те, которые, скажем так, лучше наших, чтобы труппа развивалась, чтобы шла вперед. Нет смысла брать человека, который хуже нашего артиста, естественно. Поэтому, конечно, был отбор. В этом сезоне, перед началом сезона, пришло мне на почту около 70, наверное, заявок на просмотр. Не все приехали. Ну вот, если мы 15 взяли уже человек, то, наверное, еще человек 15-20 мы отправили обратно. Соответственно, конечно, мы отбираем из тех, кто приезжает, лучшие. Нам повезло, что в этом году приехали выпускники Академии русского балета из Питера. Нам повезло, что приехали из Московской государственной академии хореографии, из МГАХ. И, собственно говоря, из Пермского хореографического училища две девочки приехали. Собственно, это одни из самых лучших училищ не только у нас в стране, но и в мире. Поэтому для нас это действительно очень качественное пополнение. С другой стороны, конечно, мы ждем открытия границ, поскольку еще должны приехать иностранцы. Вот так даже. Которые уже в труппе у нас работают. Ну и, соответственно, ждем открытия, потому что действительно очень неплохие ребята еще должны пополнить наши ряды. Очень любопытно, очень интересно. Ну, давайте перейдем к фестивалю балета имени Аллы Шелест. Скажите, пожалуйста, вот в чем вообще его особенность? И в чем он отличается от других? Ну, во-первых, конечно, это то, что он именно и называется фестиваль классического балета. То есть, естественно, репертуар подбирается таким образом, что это действительно все классика. То, что лично мне очень близко и понятно. Естественно, то, что на этот фестиваль его, скажем так, куратор, идейный вдохновитель Светлана Петровна Хумарьян старается приглашать именно звезд первой величины. Вот, собственно, и на этот фестиваль к нам приедет. Опять уже, как я говорю, это, наверное, уже стал талисманом этого фестиваля Денис Роткин, который, если мне память не изменяет, седьмой раз будет у нас участвовать в фестивале. Ну, и, собственно, другие солисты Большого театра, Элеонора Севенард, из моего родного Мариинского театра должна приехать Елена Евсеева, тоже солистка. Из Михайловского театра будут солисты. Солисты из театра Станиславского Немировича Данченко из Москвы. И, собственно, приедет Ксения Шевцова, которая сейчас в театре Станиславского работает под управлением Маргариты Сергеевны Дроздовой, которая, вот, собственно, на открытие фестиваля, к 21 числу, делает нам, переносит одноактные, три одноактных балета Владимира Бурместера. Собственно, и труппе очень повезло, что они поработали с таким выдающимся мастером, как Маргарита Сергеевна Дроздова. А что этот фестиваль даст, ну, конечно, в первую очередь, самарскому зрителю, потому что все-таки фестиваль организуется для публики, как и работает вестиатр, ну, и, конечно, для наших артистов самарского балета. Ну, во-первых, опять же, начинаем мы с премьеры. Три одноактных балета. Вариации на музыку Безе, Болеро, музыка Равеля, и Штраусиана, собственно, музыка Штрауса. Значит, естественно, для нашей труппы это очень интересная работа, это ее развивает. И, опять же, то, что работает в зале Маргарита Сергеевна Дроздова лично с нашими артистами, это, конечно, большой опыт колоссальный, который она может им передать. Конечно, они, собственно, этим сейчас и живут, и развиваются. То есть это новая вещь, которая будет поставлена с нашими артистами? Здесь, конечно, да. Другое дело то, что, конечно, когда-то уже на этой сцене были и Болеро и Штраусиана, но в редакциях других хореографов, сейчас это будет хореография Владимира Бурмейстера. Также могу сказать, что будут два спектакля «Бахчисарайский фонтан». Это премьера прошлого сезона, который переносила на нашу сцену моя бывшая коллега из Мариинского театра Дарья Павленко, и, собственно, я был ее ассистентом. Вот мы вдвоем «Бахчисарайский фонтан» на этой сцене и сделали. Собственно говоря, очень красивые будут костюмы, декорации на балеты Владимира Бурмейстера. Делает их художник-постановщик Иван Складчиков. Прекрасный художник и, собственно говоря, шикарные костюмы. Вот то, что сейчас я вижу, наши артисты ходят на премьерке. Ну, конечно, это будет очень интересно. Декорация, оформление, это будет очень красиво. И, собственно говоря, вот, пользуясь случаем, очень хочется уважаемых наших зрителей пригласить посмотреть. Это будет запоминающимся событием, естественно. И, собственно, эти спектакли войдут в наш репертуар. И, естественно, будут после уже фестиваля идти в репертуар, уже будут вводиться и новые солисты. Я думаю, что это очень интересно. Озвучите вообще программу фестиваля. На что вот непременно обязательно стоит прийти и посмотреть? Ну, конечно, на все. Ну, тут, собственно, однозначный ответ, потому что, конечно, три дня подряд мы даем премьеры балетов Владимира Бурмейстера. Затем у нас идет премьера прошлого сезона, как я уже сказал, «Бахчисарайский фонтан» дважды. И, собственно, два грандиозных, я не побоюсь этого слова, гала-концерта, шедевры советской хореографии и шедевры русской хореографии. Собственно говоря, ну, практически по три часа каждый из концертов с приглашенными, опять же, звездами, вот то, что я ранее озвучил, Михайловского, театра Станиславского, Мариинского и Большого театров. Ну, собственно, я считаю, это, опять же, будет грандиозный фестиваль. Ну, я так считаю, и я в этом просто уверена, что у нас в Самаре балет очень любят. А вот возможности-то театра всех желающих принять будут, либо все-таки стоит побеспокоиться о билетах заранее? Ну, естественно, заранее, тем более, вот, опять же, со всей ситуацией с нашими карантинными мерами и запретами Роспотребнадзора, на самом деле, я не знаю, пока еще будет рассадка у нас 50%, или нам можно будет увеличить чуть-чуть больше это сделать, 70%. Ну, вот, собственно, здесь еще не от нас это все зависит, к сожалению. Как сейчас идет подготовка, и вот лично вы какое участие в ней принимаете, Валерий? Ну, собственно говоря, моя задача в том, чтобы контролировать, чтобы процесс шел бесперебойно, создавать такие условия, делать так расписание, чтобы артистам было комфортно работать. Не всегда это получается, конечно, поскольку материала очень много, и текущий репертуар, о нем тоже нельзя забывать. Вот сейчас, 28 сентября, мы открываем Волжские театральные сезоны балетом, опять же, Юрия Санча Смекалова «Три маски короля», и, соответственно, вот сейчас и над ним идет подготовка, чтобы все было достойно, и открыть фестиваль на высоком профессиональном уровне. Работы очень много, но в то же самое время это интересно, поскольку, когда артист в постоянном процессе, он только развивается, и, собственно говоря, для них это интересно. — Наша самарская труппа готова к этому фестивалю? — Безусловно, конечно, готова. И, собственно, хорошо, что и руководство театра сделало все в свое время очень грамотно, что мы ушли на... в отпуск ушли с июня по июль, пока вот вся эта карантинная ситуация была. С июля мы вышли, мы начали заниматься, затем из Министерства культуры поступило сообщение о том, что мы можем приступать уже к репетиционному процессу, уже массовые сцены репетировать, скажем так. Ну, собственно, вот в тот момент и приехала Маргарита Сергеевна Дроздова со своими ассистентами, с Дарьей Дориенко и Никитой Кирилловым, которые являются солистами театра Станиславского. Она приехала с нами, поработала. Затем приезжал Вячеслав Алексеевич Хомяков из Мариинского театра, который переносит нам Ленинградскую симфонию в хореографии Игоря Дмитриевича Бельского. Это уже ноябрьская премьера. Максим Петров, который также с нами работал, в ноябре будет премьера на музыку Шостаковича. Я хочу поговорить о премьерном спектакле, который прошел в прошлом году, «Бахчисарайский фонтан». Скажите, пожалуйста, вот каково его сейчас, нынешнее прочтение? Ну, собственно говоря, я могу сказать только одно, что когда мы с Дарьей приступили к работе над этим спектаклем, конечно, были определенные сложности, поскольку вот таких вот характерных танцев, которые там есть, краковяк, полонез, татарская пляска, конечно, для наших артистов поначалу это было сложно воспринять, поскольку, ну, действительно... Почему? Неужели они не универсальны? Ну, универсальны, но некоторые моменты были сложными, и, конечно, надо было объяснять, как правильно работают руки, как ноги, где голова и прочие моменты, но, тем не менее, я считаю, мы добились неплохого результата. Спектакль, собственно говоря, в очень красивом оформлении, костюмы Татьяны Ногиновой, остальное оформление делал Андрей Андреевич Войтенко, и, соответственно, я могу сказать только одно, что спектакль получился очень красивым, ярким, в то же самое время очень наполненным, насыщенным, но не зря это называется хореодрама. В свое время это было названо именно так, и, собственно, действительно, хореография Захарова и оригинальные оформления оригинальной Валентины Ходосеевича, все это вот на нашей сцене присутствует. Давайте вместе посмотрим небольшой отрывочек этого замечательного субтитра. С удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Валерий, вот такая форма постановки, драматический балет является все-таки, на ваш взгляд, способом привлечь зрителя, либо это все-таки какой-то эксперимент? Нет, ну, конечно, привлечь. Мне кажется, наоборот, наш зритель больше любит именно вот такие спектакли, нежели что-то это будет абстрактное. Понимаете, хореография бывает разной, да, к ней можно относиться, особенно к современной хореографии можно по-разному относиться, но, тем не менее, это всегда очень интересно. Интересно. Зритель все равно что-то для себя из этой хореографии тоже интересное вынесет. Другое дело то, что классика, она всегда останется классикой. И, естественно, с большим удовольствием, как мне кажется, зритель ходит именно на такие спектакли сюжетные, где-то просто с захватывающей такой драматургией, где-то со слезами на глазах зритель сидит. И, собственно, конечно, переживает вместе с актерами все какие-то сцены. Ну, конечно, это интересно. Мне кажется, и наш зритель так воспитан, тем более, что в Самарском театре очень такие давние традиции именно классического балета. Соответственно, конечно, для, мне кажется, самарской публики это очень интересно. Давайте все-таки вернемся к фестивалю. Расскажите, пожалуйста, какую премьеру театр представит на открытии? Ну, собственно, как я уже и сказал, это будут три одноактных балета Владимира Бурмейстера, вариации на музыку Безе, Болеро на музыку Равеля и Штраусиана. Все разные спектакли, очень красивые, интересные, с достаточно сложной хореографией. Собственно говоря, лишь только на Болеро у нас будет два спектакля премьерных танцевать солистка Большого театра Кристина Карасева. Третий спектакль мы танцуем уже нашим составом. Анастасия Теченко будет танцевать центр соло. Остальные все спектакли мы танцуем своими силами, своими солистами, поскольку действительно уровень растет. И хочется показать, вот, например, даже и вариации Штраусиана, мы готовим три разных состава солистов на все спектакли. И все по-своему хороши. И Ксения Овчинникова, и Катерина Панченко, и Марина Накодзима, и Игорь Кочуров, Сережа Гагин. И есть у нас уже японский танцовщик интересный Джотара Каназаси. Вот, собственно, они нам покажут свое мастерство. Они же практически все танцуют и в Штраусиане. Ну вот, а третий спектакль Штраусиана, это у нас будет, значит, Вероника Землякова в роли актрисы. И возлюбленная поэта должна быть Дарья Копишникова. Вот все-таки хочу я спросить у вас, а в чем вот особенность каждого спектакля? Ну, сложно сказать. Но, естественно, они каждый в своем стиле. В том-то и прелесть этого вечера, этих однократных балетов, что они совершенно разные. Если вариация это что-то такое, может быть, показаться абстрактным, то Болеро, конечно, это сильный должен быть центр в исполнении солистки. Приковано внимание вот эти вот непродолжительное, скажем так, время на сцене, но, тем не менее, это должно быть очень ярко и запоминающимся таким моментом. И, собственно, Штраусиана, она, хоть она и была поставлена в 41-м году в театре Станиславского, это сложное время, когда только начиналась война, но, тем не менее, действительно, там показана такая безмятежная жизнь, которая проходит. И, собственно, но, тем не менее, все равно вот и любовные моменты наступают, и, ну, в общем-то, это интересно. Валерий, я знаю, что артисты в первую очередь ждут вот таких событий, как фестивали. Скажите, а что, на Ваш взгляд, вот именно этот фестиваль этого года, 20-й, привнесет вот лично в каждое сердце, в профессию, ну, вообще в настроение? Ну, опять же, это то, что мы действительно подготовим премьеру, собственно, премьера этого сезона, одна из самых главных, премьера прошлого сезона, опять, одна из главных была в прошлом сезоне «Бахчисарайский фонтан». Мы и открывали сезон, фестиваль в прошлом году именно «Бахчисарайским фонтаном». В этом году это будут вот три одноактных балета. Ну, и опять же, нельзя забывать о галах, программах, которые действительно очень насыщенные, что вот за эти три года мы смогли сделать. Собственно, вот все, практически мы постарались туда поставить все эти номера, чтобы зритель посмотрел как можно больше. Вот проанонсируйте, кстати, гала-концерты. Я знаю, что там будут принимать участие и приглашенные столичные. Артисты, в какой репертуар еще раз проанонсируйте, когда и на какие спектакли можно прийти? Ну, собственно, я еще раз хочу сказать, чтобы как человек заинтересованный в том, чтобы как можно больше и самарской публики, и, собственно, те, кто приедут, посмотрели наши спектакли, конечно, хочется, чтобы сходили на все спектакли. Но то, что касается гала-программы, они действительно очень большие, разнообразные. И, собственно, очень хорошо то, что приезжают приглашенные, которые, ну, собственно, тоже вот интересный момент. Наши артисты, когда смотрят на приглашенных, чему-то учатся и стремятся к новым вершинам, скажем так. Потому что, конечно, есть чему поучиться у того же Дениса Ротикина и, собственно, у остальных ребят, которые приедут, и Марат Шемеунов, и Ирина Перен из Михайловского театра. Конечно, это интересно. А у наших можно поучиться? На наших смотрят? Вы знаете, смотрят. Вы знаете, смотрят. И, конечно, меня радует то, что мы действительно идем вперед, прогрессируем. Сейчас уже нету в зале потухших взглядов, скажем так, у артистов какой-то, как раньше, может быть, казалось, бессмысленной работы. Теперь им очень интересно работать, поскольку действительно приезжают одни из лучших людей, наверное, уже известных не только в нашей стране. И им просто повезло, что такое количество за это время с ними разных профессиональных людей поработало. И, конечно, они для себя очень много чего интересного тоже почерпнули с профессиональной точки зрения. Я вот, может быть, даже всех и не вспомню. И Чаполина, еще Генрих Александрович Майоров сам приезжал, с ними работал. Дарья Павленко, «Бахчисарайский фонтан». Соответственно, сейчас Маргарита Сергеевна Дроздова с ними работала и еще приедет к премьере. Максим Петров, тоже начинающий, но уже известный хореограф, поскольку и в Америке он уже ставил спектакли. Собственно, и Вячеслав Алексеевич Хомяков, ведущий репетитор Мариинского театра, который переносит Ленинградскую симфонию. Ну, собственно, и наши педагоги, и Ольга Израина Гемодеева, и Валентина Николаевна Пономаренко, которые изо дня в день трудятся и, собственно, тоже в наших артистов вкладывают весь свой опыт и профессионализм. Но, собственно, что еще сказать? Работа идет, и, собственно, конечно, очень-очень сейчас много всего. График насыщенный, и это хорошо. Вот все-таки сейчас русский балет и зарубежный. Вот какую бы разницу вы провели между ними сегодня? Вот ощущается она так же, как раньше, скажем? Ну, вы знаете, ощущается, поскольку все равно разные школы. Да, если вот иностранцы, те, которые выучены у нас, уезжают на Запад работать, естественно, наша школа сразу видна. Естественно. Ну, и, конечно, у них свои хореографы, свои задачи. Собственно, почему они приезжают к нам учиться? Потому что, ну, действительно, как говорится, душа танцует. И руки правильно работают. То, чего зачастую у них, им этого не хватает. Я не могу сказать, что у них нечему поучиться. Есть чему. И техники ног, и, собственно, техники вращения есть. Но все равно, я считаю, наша школа самая лучшая. Валерий, какие вы для себя ставите ближайшие планы? Что у вас написано, ну, вот, к примеру, скажем, в планинге на вот этот сезон, ну, и на 2021? На самом деле, очень много всего, поскольку вот сейчас, слава богу, мы открылись, и все пока идет благополучно. Надеемся, что так и будет продолжаться. Значит, фестиваль «Шелест». Первое такое яркое событие открываем, значит, с 21 октября по 30 октября. Практически танцую каждый день. Затем уже с 7 и 8 ноября у нас премьерные спектакли на музыку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Тоже очень сложные балеты. Это ноябрь месяц. Декабрь месяц. По идее, у нас должна состояться премьера Юрия Александровича Смекалова. Пока всех секретов не буду раскрывать, но тоже все это будет очень интересно. Я думаю, мы встретимся, обязательно проанонсируем. Да, поэтому первая половина сезона, она вот до декабря месяца очень насыщенная. Очень насыщенная. В декабре мы начинаем, естественно, новогодние щелкунчики бесконечные, ну и другие спектакли. Ну, собственно, пока я не знаю, трудно говорить про начиная с января месяца, поскольку неизвестно, как там будет тоже складываться ситуация. Но, тем не менее, сейчас, понятно, мы немножко урезали наш репертуар в том плане, что мы не показываем такое количество спектаклей, как хотелось бы. Но это объяснимо, поскольку мы готовимся к премьерам. И, собственно, уже постараемся с января месяца ставить те спектакли, которых вот еще сейчас не было. И «Спящая красавица», и «Смиральда», и «Корсар», и «Байдерка», и «Наяда и рыбак», собственно, и репертуар огромный. Спасибо вам большое. Хочется пожелать вам, конечно, реализации всех ваших задуманных планов и успехов. Но в конце передачи я хочу, чтобы вы продолжили предложение. Самарский академический театр оперы и балета сегодня это? Ну, мне кажется, это, во-первых, начнем с того, что это очень интересно на данный момент, поскольку действительно очень много событий произошло за последнее время. Очень много отзывов хороших, и как и зрителей, так и критиков, и действительно это не может не радовать. Поэтому, конечно, очень мне, как на данный момент руководителю труппы, очень интересно то, что мы движемся вот в таком графике и в таком направлении. И, естественно, конечно, практически каждый день на связи с нашим главным балетмейстером Юрием Петровичем Бурлаком, который, собственно, и задал вектор этого развития, направления. И, собственно, естественно, это благодаря его усилиям вот эти все премьеры на нашей сцене появляются. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова